Поменялись ролями. Саратовские журналисты и пресс-секретари попробовали поработать в новой для себя профессии. На один день представители СМИ и информационные помощники министров поменялись местами. Среди участников этого проекта оказался и наш корреспондент Екатерина Ковальчук. С раннего утра новые сотрудники телеканала РНТВ «Саратов» и Министерство образования уже на ногах. Пока новоявленный пресс-секретарь Екатерина Ковальчук получает свое первое рабочее задание, журналист телекомпании Екатерина Щеголькова уже отправляется на съемки. В первый рабочий день на РНТВ задание мне досталось непростое. Поговорить с освободившимся сегодня из тюрьмы небезозвестным авиадебоширом Сергеем Кабаловым. Сейчас мы направляемся к начальнику отдела по единому государственному экзамену. Лариса Живцова даст нам подробный ответ на поступивший в пресс-службу Министерства образования запрос от журналистов из Саратовской областной газеты. При службе Министерства образования трудится всего несколько человек. Работа идет в режиме нон-стоп. В среднем за месяц сотрудники информационного отдела организовывают съемки около 70 сюжетов, обрабатывают и пишут 140 релизов, а также принимают более 100 звонков в день. «Я уточню эту информацию и перезвоню им через 15 минут». «Помимо приема звонков от журналистов в обязанности пресс-секретаря Министерства образования входит и обработка информационных материалов». «Спасибо». А вот в редакции телекомпании РЕН-ТВ Саратов работает 11 человек – операторы, видеоинженеры и журналисты. Ежедневно команда РЕН-ТВ выпускает в эфир два информационных выпуска. В среднем журналист тратит около двух часов на отсмотр и написание сюжета. Готовый материал корреспондент начитывает и уже собирает с видеоинженером. «Мой сюжет уже практически готов. На самом деле, работать с журналистом не так просто, как кажется. Для того, чтобы жители города вечером увидели свежие новости, журналист должен быть мобильным и коммуникабельным». По мнению областных министров, сложно представить профессию пресс-секретаря без журналистской работы, а хороший информационный сюжет на телеканале без взаимодействия с помощниками чиновников. «Мое мнение однозначно, что пресс-секретарь, он должен быть специалистом именно в области журналистики и в области медийных взаимоотношений. То есть это не значит, что если пресс-секретарь, министр образования, то он должен быть там либо учителем, либо воспитателем, чтобы понимать, скажем так, всю профильность. Абсолютно нет. И кроме того, конечно, он должен быть мобильным человеком абсолютно. Кроме того, должен быть очень с такими легкими коммуникациями. То есть, в общем-то, мог найти общий язык, скажем так, абсолютно со всеми своими коллегами». Один день работы в незнакомой ранее профессии для журналистов и пресс-секретарей стал хорошим уроком для будущего плодотворного взаимодействия. День дублера для журналистов и пресс-секретарей министерств пока является пилотным проектом. Такой обмен опытом позволил корреспондентам и представителям областных министерств поближе познакомиться с деятельностью друг друга и наладить совместную работу уже на новом уровне. Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.